В ноябре прошлого года наша телекомпания освещала проблему жителей дома номер 13 по улице Дзержинского. Крыша дома в последние годы больше напоминает решето. Небольшой дождь и жильцы пятого этажа расставляют по полу тазики. Сергей, как и остальные владельцы квартир, из-за вечных потопов не может позволить себе сделать ремонт. А стены его квартиры, между тем, начали покрываться черной плесенью. Обращение в ЖЭУ, чего и следовало ожидать, результатов не принесло. А директора учреждения на рабочем месте никогда не бывает. Классика жанра. Каждую осень, когда идет дождь, и каждую весну протекает крыша. То есть, когда протекает крыша, соответственно, у меня протекает потолок. То есть, в двух-трех комнатах. И уже история с тазиками, когда мы подставляем их, она стала повседневной. Здравствуйте! Мы являемся жильцами дома номер 13 по Дзержинскому. И вот у нас некоторые вопросы к вам. То есть, крыша, она как текла? Это текла, вопрос, как сразу пянула. А, то есть, именно они... Мы вам ничего не скажем, да. Вам нужно докладить, перекладить, и сейчас находится в районе Шаркова. Спустя 8 месяцев мы решили выяснить, произошли ли хоть какие-то изменения. Или крыша дома по-прежнему находится в плачевном состоянии. После выхода вашего репортажа, да, произошло некоторое изменение. Буквально недели через две были развешаны объявления. Вот. И нам непосредственно прислали смету. То, что в этом году наша крыша будет находиться в капитальном ремонте. Уже лето, и движений никаких. То есть, на этом, я смотрю, все так и остановилось. Вот. Ходили в ЖЭУ, интересовались, когда что, никто ничего не знает. И вновь знакомые коридоры ЖЭУ номер один. И вновь просим позвать руководство. Программа мероприятия не изменилась. Скажи, начальника ЖЭУ можно увидеть? Начальник ЖЭУ у нас находится командировка сегодня. Командировка. Кому бы нам надо бы обратиться с этим вопросом, чтобы выяснить, когда же начнутся работать? Когда начнут работать. Ну, вообще, капитальный ремонт, это не втезя ЖЭУ, правильно? Мы занимаемся только текущими вопросами. Это все идет через городские власти. Есть фонд капитального ремонта. Там определяется очередность. И, соответственно, производится ремонт. Снова сходили в пустую. Начальник ЖЭУ, как и в прошлый раз, отсутствует на своем рабочем месте. То есть, обычные отговорки. Я не знаю, правда это или нет. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту установлены в соответствии с региональным и краткосрочным планом до 31.12.2015 года. В принципе, сейчас уже середина лета. То есть, я думаю, крыша за неделю, она не сделается. До 31 декабря крышу должны отремонтировать. Именно эта дата указана в смете, предоставленной Фондом капитального ремонта многоквартирных домов. В объявлении же указано, что вся расчетно-сметная документация на сумму почти 2,5 миллиона рублей направлена в адрес ЖЭУ номер 1 и вновь замкнутый круг. Деньги люди платят, а услуги за них не получают. Все по сценарию.